Открытая студия 2021 год, который сейчас является основной темой для, не хотелось бы сказать, пересуд, именно для бесед с представителями СМИ. Для начала, поговорив об итогах, я думаю, что это актуальнее всего, учитывая то, что год близится к своему завершению, год был очень непростой. И об итогах строительных компаний, о проектах, которые были задуманы, которые были реализованы, или о проектах, которые не удалось по тем или иным причинам реализовать, если пандемия как-то на это повлияла. Вот об этом хотелось с вами пообщаться. Конечно же, не глубоко и не широко, но буквально вкратце. Мы все успели, что хотели за 2020 год. Я скажу так, у нас планы были, конечно, в этом году достаточно амбициозные. Если говорить только тему про стройки, у нас было предусмотрено больше 10 миллиардов рублей средств к освоению. Мы практически по всем объектам закрываем кассовое выполнение с точки зрения выполнения работы, но какие-то объекты по объективным, в том числе причинам, будем переносить на первый квартал 2021 года. В целом, показатель будет у нас по вводу в районе 95%. На мой взгляд, это, конечно, не 100% показатель, но с учетом тех сдерживающих темпов, которые в этом году были, наверное, это все-таки неплохой результат. С точки зрения расселения аварийного жилья, мы перевыполнили план. У нас на сегодняшний день показатель по нацпроекту составляет 168%. Здесь показали хороший результат. С точки зрения выполнения работы по капитальному ремонту и с учетом тех дополнительных задач, которые у нас стали в этом году, это была выделена субсидия в размере 327 миллионов рублей. Ну вот, конечно, она планировалась больше, но с учетом пандемии перераспределили бюджет на нужды здравоохранения сумма 327 итоговая. Мы тоже, в принципе, на сегодняшний день у нас показатель по завершению работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов составляет порядка 92%. То есть еще порядка двух недель нужно, чтобы завершить работы по инженерным сетям в домах. То есть до нового года должны успеть закончить? Нет, до нового года мы, ну, у нас цифры мы на сегодняшний день ставим с учетом ряда проблемных объектов и проблемных подрядчиков, мы выйдем на цифру ранее 98%. Вот, то есть несколько домов фасада мы не успеем сделать, там расторгаемся с подрядчиком по каким-то объектам у нас крыши, там одна в Мурманске проблемная, там поменялись проектные решения. Ну вот, ну и, соответственно, в Кировске есть два дома, которые тоже по объективным причинам не смогли, ну, то есть фасад сделали, но покрасить не успели, приняли решение все-таки красить в благоприятный период. То есть, ну, с точки зрения, там, может, эстетики дом не будет покрашен, но с точки зрения своих тепловых характеристик работы завершены. Вот, поэтому, ну, и плюс у нас ряд субсидий, субвенций, которые мы выделяли, в принципе, мы тоже здесь, там, показатели там под 100%. Ну, в принципе, я считаю, что вот непростой год, неплохой показатель, но я думаю, что мы по итогам года подготовим информационный, ну, как бы, материал, да, и покажем жителям, какую работу провели. И, на самом деле, ну, достаточно большая работа была проведена, хотел всех поблагодарить, коллег и подвинуться на учреждениях, муниципальных заказчиков, которые участвовали. Вот, в целом отработали хорошо. Скажите, пожалуйста, вы в самом начале, когда перечисление пошло, озвучивали 95% это процент застройки, то, что выходило. Ну, это мы считаем, как объекты строительства, то есть это капитальные ремонты объектов государственной собственности, муниципальной собственности, это новое строительство, ну, например, вот у нас недавно введен ФОК Апатиты. Сейчас только что я приехал с Долины Уюта, мы тоже вот через две недели уже должны выйти на итоговую проверку, это спортивный комплекс, нацпроект, демография, спорт, норма жизни, федеральный проект, вот, то есть это новые объекты, ну, и ряд объектов реконструкции, ну, там, то есть это тоже, ну, вот это мы все считаем, ну, я считаю, как бы числим стройки. Я хотел поинтересоваться, вот эти 95%, ну, на мой обывательский взгляд, показатели хорошие, но с точки зрения глобальной, и статистика же по годам выстраивается, то есть год был непростой, и вы это уже не раз отметили за время эфира. 95% это хорошая статистика, и мы выходим обычно в 100, то есть вот по завершению года, как это обычно происходит, или всегда есть процент погрешности, когда что-то, ну, не успевается по ряду причин. Просто я почему так уточняю, углубляясь в эту тематику, чтобы вы поняли, хочу, все мы хотим, и зрители в том числе, понять, насколько сильно пандемия в данном случае оказала фактор сопротивления для строительных работ, для косметических работ, для всего, для всех тех задумок и планов, которые были перераспределены, и которые были обозначены в бюджете еще на 2020 год. Ну, смотрите, два момента, да, первый момент планирования, то есть понятно, что в начале года планы всегда стоят более амбициозные, грандиозные, да, с точки зрения там показателей, и понятно, в течение года, где-то по объективным причинам, где-то по субъективным причинам планы корректируются. Это логично. Говорят про жители и так далее, но строители тоже люди, то есть они все болеют, тем более сейчас они все работают в холоде, там в морозе, вот дожди и так далее, то есть они тоже подвержены, так скажем, этому вирусу, и естественно болеют, передают там, если бригада работает в одном помещении, ну, понятно, там стоять в пыли еще в маске, это тяжело, конечно, мы следим за стройками, смотрим, чтобы все нормы выполнялись, но так или иначе контакты... Вот, второй момент это закрытие границ. В этом году, ну, все страны СНГ, это Армения, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, кто поставляет, так скажем, нам основную, так скажем, рабочую силу на отделочные работы, ну, конечно, там в первую очередь из-за цены, да, потому что, ну, к сожалению, рынок так построен, не только в Мурманске, что у нас жители наших ближних стран готовы работать дешевле, вот, и, ну, вот сейчас с подрядчиками общаюсь, они, говорит, там, ну, готовы платить, вот, буквально в Кировске были с губернатором в понедельник, он, говорит, 70 тысяч, и люди, многие отказываются работать, говорит, ну, плати 100, говорит, я выду, ну, а это, как бы, ну, у нас в министерстве зарплата, там, у консультанта, там, 100 тысяч рублей с высшим образованием, со всеми надбавками северными и так далее, поэтому, конечно, люди, ну, с учетом и северных надбавок требуют больше денег, и проще найти представителей, там, Таджикистана, Узбекистана, которые, естественно, таких денег там у себя никогда не заработают, они готовы ехать, там, ну, условно говоря, за 50 тысяч. А качество его труда? Да нет, на самом деле, ну, так, если уж там специфику, да, очень хорошее качество отделки белорусск, вот, с Арменией тоже хорошие специалисты, ну, по крайней мере, из опыта общения с подрядчиками, те, кто лишились вот этой рабочей силы, и, к сожалению, те, которые, да, там, не успели уехать, так скажем, они остались и работают, вот, это, конечно, закрытие границ сыграло такую, ну, там, непростую нам задачку, да, там поставило, и мы, соответственно, потеряли, ну, наверное, процентов 30 рабочей силы, вот, мы, конечно, обращались и в правительство, и у нас там было несколько решений правительства по ввозу, но это, сами понимаете, дополнительные расходы, затраты, то есть это организация чартерных рейсов, вот, как на ВАТЭК, к примеру, завозит людей, то есть он по большому счету. Как раз хотел поинтересоваться, ведь на многотоннажный завод продолжал идти рабочий поток, причем достаточно больших цифровых количеств. Ну, это все, это все исключительные случаи, это все только по решению правительства, через правительственный штаб по коронавирусу, то есть и мы таким образом тоже поступали, но, понятно, у нас, ну, к сожалению, бюджетные стройки, да, это не инвестиционная составляющая, где считают смету, по сути, коммерческую, и здесь, конечно, возить людей чартерами, прямыми рейсами, фрахтовать самолеты, ну, не все госконтракты это позволяют сделать, вот, поэтому закрытие границ, ну, и была задержка, так скажем, у нас, ну, пусть и небольшая, но тоже в размере месяца, это когда у нас было прерывание, прерывание железнодорожного сообщения, это материалы шли, если я не ошибаюсь, речь идет о весне, о позднем периоде, весна, да, 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 это как раз у нас совпало с, ну, началом, так скажем, пандемии, и, ну, где-то на месяц, наверное, тоже был там затык в поставке материалов, но, в принципе, он уже там не верировался, поэтому были определенные сложности, помимо всех остальных стандартных классических, да, это там не успел, денег не хватило, там, не знаю, там, просел, там, понабрал много объектов и не выполнил свои обязательства, такие, конечно, тоже были. Вот вы отмечали, что был ряд, я специально себе выписал, проблемных подрядчиков, которую открытую студию к ряду, если мы так или иначе касаемся проектной деятельности, будь то инновация дорог или ремонтные работы, связанные с украшательством и модернизацией объектов наших по национальному проекту комфортной городской среды, вообще любая тематика, которая так или иначе связана с привлечением рабочей силы, буквально расходится мнение 50 на 50, мы когда мы спрашиваем, что касаемо работы с подрядчиками, потому как я очень рад, что вы озвучили именно эту, как одну из ключевых причин, нехватка ресурсов, нехватка человеческих ресурсов, возможности сюда привезти большее количество людей, которые готовы здесь работать и оказывать профессиональные, квалифицированные услуги труда. Так вот, 50 и 50 разделились, часть наших приглашенных гостей говорила о том, что никаких проблем с подрядчиками в 2020 году не наблюдалось, часть говорила о том, что именно проблемные подрядчики чаще всего оказывались вот такой силой, которая заставляет замедлиться процесс, который был рассчитан на какие-то кратчайшие сроки сделанные. Вот на ваш взгляд, в таких даже, даже несмотря на вот эти вот ограниченные условия, когда у нас вот сколько есть, столько есть, ну так, я сейчас грубо буду говорить, ну все, больше не можем привезти и так далее. Проблемные подрядчики тоже являются одной из ключевых причин, почему не смогли добить цифры до максимума, как хотелось бы. Нет, конечно, есть проблемные подрядчики, и более того, я скажу, есть и проблемные заказчики. То есть, ну тут надо объективно смотреть, что подрядчик, он тоже один в поле него, да, то есть, если у него нет необходимых исходных разрешительных документов, если, ну, заказчик в данном случае, да, передает ему проект, который низкого качества, ну вот, соответственно, если не идет правильное сопровождение, контроль на уровне заказчика, не только с точки зрения графикового выполнения работ, но и с точки зрения своевременной оплаты, да, то есть, ну, я считаю, ну там, были у нас случаи, там, деньги от министерства уходят, доходят до заказчика, они полтора месяца лежат у него на счетах, он не может разобраться с казначейством, чтобы оплатить, то есть, тут на самом деле надо это выстраивать систему, мы, ну, винить кого-то одного никогда нельзя, то есть, ну, это система, да, вот, поэтому у меня сейчас задача, ну, я, как бы, человек относительно новый, но вот по практике работаю на других объектах, и на олимпийской стройке, в Крыму мы тоже ввели больше 400 объектов, ну, вот это, конечно, создать нормальную систему, отфиксировать там все контрольные точки, слышать и подрядчика, и заказчика, и проектировщика, ну, и, соответственно, каждый должен, ну, так скажем, не в последний момент уже, когда критичный, там, поднимать красный флажок, а если он понимает, что есть определенные риски, где-то он буксует или не успевает, чтобы вовремя, так скажем, сигнализировать. То есть, нам нужно грамотно наладить коммуникацию и взаимодействие между исполняющей структурой и тем, кто заказывает непосредственно эти объекты. Потому что, ну, мало бывает тех исполнителей, которые заведомо приходят на объект, чтобы его не сдать, да, там, тем более у нас объектов таких, в принципе, нету, то есть, где там бы выплатили аванс тебе, и ты там его схватил, убежал, и там потом, ну, как говорится, уже не заинтересованы его вводить. У нас практически, ну, там, 95% объектов, которые мы строим, они все безавансовые, причем еще и имеют финансовое обеспечение, то есть, подрядчики, которые заходят, мало того, что не получают на входе ничего, еще и вносят задаток, то есть, ну, это как гарантии твоей порядочности и финансовую устойчивость. — А все когда вы так работаете? Это только наша практика или вот с вашего автора? — Ну, вам скажу так, что вот практика по Крыму, да, если там возвращаться к предыдущим периодам, она показала как раз вот этот минус, когда заказчики в начале, еще там, в 16-м году, когда мы начинали, получили авансы до 30%, там, процентов 30-40 убежали. И до сих пор эти объекты стоят недостроены, потому что выпало из оборота, по большому счету, там, больше миллиарда рублей. Вот, поэтому многие заказчики, ну, вот, по мере реализации 44-го закона, приходят к тому, что, ну, все-таки от авансов лучше уходить, если это только не такие некапиталоемкие, сложные объекты без, там, аванса, там, допустим, на закупку дорогостоящего оборудования, ну, просто там может не вытянуть подрядчик. Ну, вот, поэтому, ну, я считаю так, аванс надо предусматривать, чтобы, ну, будем говорить так, был объект, подрядчику проще строить. Но мы сейчас ввели ряд совместно с комитетом конкурентной политики, ряд дополнительных опций, которые позволяют, ну, так скажем, с нерадивыми подрядчиками расстаться на промежуточном потере. Ну, нет, не то, что, ну, раньше все это было более, так скажем, демократично составлено, да, там, то есть сложно было определить, на каком этапе можно расторгнуться. Короче, сейчас, если что-то кому-то не нравится, можно отказаться. Ну, да, есть возможность, там, 15 дней просрочки определенного этапа у заказчика появляется право направить уведомление и отказаться. Раньше, к сожалению, вот эта проблема, вот, у нас была такая, и пока по ремонту мы сейчас тоже переиграли, и у дорожников такая же была проблема. У нас график составил из одной линии, начало и окончание. И сказать, что ты сорвал, может, только в конце. Ну, и, соответственно, когда, ну, дорожники, в частности, да, там, и вот у нас тоже губернатор критиковал, что дом стоит 15 ноября, мы видим, что там уже, извиняюсь, снег, да, там первый выпал, а у нас фасад еще не готов, и мы подрядчику говорим, слушай, ты, ну, там, проваливаешь сроки, да, там, активизируйся, так у меня еще три недели, я все сделаю. Ну, мы понимаем, что он не сделает, но при этом воздействовать на него нельзя, да, там, может, он там сейчас бригаду, если 100 человек приведет, там, в круглосуточном режиме его доделает. Вот, поэтому сейчас предусмотрели отдельные этапы, предусмотрели ответственность за нарушение каждого этапа и возможность у заказчика расторгнуть этот контракт. Вот, ну, ни в коем случае там многие и ко мне, и представители СРО обращались, что, ну, вы так, говорит, не окажется, что вы вообще лишитесь подрядчиков, но мы же все адекватные люди. Вы знаете, этот же вопрос тут же у меня возник. Нет, ну, мы же все, как бы, люди адекватные, то есть мы, ну, в первую очередь, это все-таки на ответственность, то есть, ну, подрядчика для того, чтобы, ну, выполняешь графики, предусмотрены все там и возможности переносов, и актуализации сроков, но здесь самое главное, чтобы, ну, исполнитель понимал, что он особенно на национальных проектов, ну, рискует не только, так скажем, своим имиджем, да, ну, и в том числе остаться без этого объекта. Многие подрядчики под реализацию объекта берут кредиты, ну, соответственно, это его ответственность, и он ее должен чувствовать. Что у заказчика, таким образом, получается больше рычагов. Он может свое мнение доносить и в ультимативной форме. Выходит, что так? Ну, вот я поэтому еще раз и отметил, что ответственность все-таки настройки не только одного заказчика, точнее, подрядчика, но и заказчика, и нас, наверное, как главного распорядителя средств, да, и куратора всех строительных объектов. Ну, вот поэтому здесь правильно, что нужно выстраивать коммуникацию и контролировать все уровни, так скажем, этой иерархии. А вот эти нововведения, они вступили в силу в этом году? Ну, вот на примере линии, которая раньше была из пункта А в пункт Б, теперь можно корректировать. Нет, они сейчас, это новшество, так скажем, будет введено, оно уже как бы действует, да, там, ну, мы, например, вот по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, мы уже сейчас эту норму ввели, и торги вот сейчас, которые проходят на ряд объектов, они уже предусматривают выделение этапов и штрафные санкции вот эти за нарушение этапов. Вот, а вообще типовая форма, она вот сейчас проходит процедуру согласования, но принципиально на заседании правительства последним была поддержана губернатором, и она будет, ну, утверждена в первую очередь, как там называется, для приоритетных и значимых проектов. То есть в 21-м году те проекты, которые будут уже в процессе идти, будь то стройка или детальный ремонт и прочее, прочее, все они уже будут проходить по вот такой новой системе, которая обеспечивает больше контроля и возможность расторгнуть соглашения с исполнителем, к примеру, если мы видим к определенному моменту, что он не справляется со своими обязанностями. Получается, по статистике и по логике вещей, 21-й год у нас станет годом ударной стройки, и качественных ремонтов. Ну, если вся эта система будет работать таким же образом. Нет, ну, понятно. И также ожидаем при открытии границ, я так полагаю, потому как вам же озвученная проблема, что людей все-таки не хватает. Сейчас ввоз, ввоз, понятно, рабочей силы, легче проходит? Да нет, в любом случае, ну, вот та специфика, те нормы, они, конечно, вот сейчас позволяют завести иностранную рабочую силу только, ну, будем говорить, узконаправленных специальностей. Вот, то есть вот у нас было согласно. Это отделочная работа? Нет, отделочная работа, это как бы идет в общий строй уже, и здесь это исключение из правил идет. То есть можно завести, допустим, действующим, ну, в рамках коронавируса, да, вот, пандемии, ситуация, завести только специалистов узконаправленных, например, которые проводят пусконаладочные работы. Вот, и то у нас, вот один тоже, ну, не нацпроект, но тоже с привлечением федеральных средств финансируется. Это горнолыжный подъемник в Кировске. Объект готов там на 99%, осталось установить программное обеспечение и запустить основной двигатель, ну, провести, так скажем, его наладку, и после этого Ростехнадзор его примет. Но специалисты, которые проживают и чье оборудование, это Словакия, ну, и они там как-то совместное предприятие у них с Чехией, они не приезжают. Хотя у нас есть согласие правительства Российской Федерации, есть все документы на них, консульство готово их пропустить, но европейцы, они более, так скажем, как, ну, хочу сказать, соблюдают закон, так скажут, что мы не соблюдаем. Ну, то есть они, им сказал государство, что все, граница закрыта, никуда не ехать, да, и все, и вот уже несколько там совещаний проводили, Геннадий говорит, уже сам разговаривал с руководителем, говорит, нам нельзя, нам государство запретило покидать границы, ну, как говорится, территорию государства, у нас карантин, все, мы сидим дома все. Удивительно, стоит абсолютно готовый объект, осталась техническая настройка, и он не может от этого запустить. А неужели у них какая-то секретная технология, которая обладает только полет? Ну, смотрите, там понятно, что это авторские права, это программное обеспечение, но так же, как, ну, не знаю, там, в компьютере, там, Apple, да, там, где ты получил доступ к самому, там, технологии, вот, понятно, что они ее скрывают, но, учитывая, что вот компания работает с NoProm, она работает, ну, уже вот не первый год, в Кировске, они сейчас выиграли систему о снижении, тоже выполняет работы, ну, вот, они как партнеры уже чем-то делятся, но, говорит, чтобы нам опробовать и все это самим сделать, ну, если тем нужно, там, две недели, они приехали, там, ставили свой диск, там, что-то еще, то нам, чтобы, ну, с учетом их требований, критериев соблюсти, они, там, пишут какую-то программу и планируют это сделать, ну, там, условно говоря, даже если они вдруг не приедут, ну, там, не раньше, чем, там, в январе-феврале, ну, еще нам нужно месяц, чтобы Ростехнадзор потом, когда она уже будет работать, проверки осуществил и так далее, выдал, соответственно, допуск в эксплуатацию. Короче, как говорят, реально, но через костыли. Ну, да, там, условно говоря, некий схематоз такой, да, чтобы запустить его, там, по запасному варианту. Поэтому проблема есть такая, и я даже не могу сказать, и пока прогнозы рано строить, будет ли, там, говорят, сейчас это вторая волна, там, будет ли третья, там, может быть, ну, все будет зависеть от ситуации. Я думаю, сами уже все заботились в волнах, я убежден был до позавчера, что это уже вторая, оказывается, кто-то говорил про третью и даже четвертую, но оказывается, что вторую только ожидают. Я думаю, волны коронавирусной инфекции будем обсуждать в каком-нибудь другом медицинском блоке, пока у нас еще остается время, мы так углубились, вернемся немножко к бюджету на 2021 год. Я так полагаю, при следующей встрече с вами мы к этому вопросу коснемся более подробно. Но сейчас, на момент его утверждения, бюджет на 2021 год, любопытные планы освоения Министерством строительства. Сколько средств выделено и на что конкретно? Вот так хотя бы по верхам успеем ли пробежаться мы с вами? Ну, смотрите, у нас на сегодняшний день в рамках всех наших госпрограмм, где мы являемся главным распорядителем средств, ну, по сути, главным заказчиком на уровне области, у нас предусмотрено в рамках проекта бюджета, который прошел первое чтение 5,2 миллиарда рублей. Вот, это и расселение аварийного жилого фонда, значит, это и различные социальные выплаты молодым семьям 340 тысяч рублей, это компенсация взамен выделяемых земельных участков для многодетных семей. Вот, что еще? Ну, мы как бы акцент делаем все-таки на развитии жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства у нас предусмотрена небольшая, я считаю, это даже крошечная сумма, наверное, это 45 миллионов на строительство сетей для обеспечения земельных участков под строительство домов. Но мы сейчас больше делаем акцент на все-таки перспективной с точки зрения, ну, не только многодетных семей, но и вообще для возможности любому жителю в Мурманской области построить свой дом, для этого он должен купить где-то участок, в котором есть какая-то инфраструктура, поэтому, что, ну... То есть расширение географии этой инфраструктуры поднялось? Ну, по сути, да. Поэтому мы сейчас, вот задача губернатора стоит все-таки определить, он это говорил и в своих обращениях, и в интервью, что помимо многоквартирных жилых домов, которые надо строить для расселения, для создания рынка первичного жилья, также основной приоритет ставил это строительство ИЖС, поэтому эта цифра, я там больше чем уверен, будет актуализироваться, да, меняться, поэтому 45 миллионов на развитие инфраструктуры, это, ну, наверное, только начало. Ну, вот... Что еще по объектам капитального строительства? Но у нас большой объем средств предусмотрен, ну, по направлениям и образования, это пять детских садиков, мы должны завершить, мы начинаем строить две школы в Мурманске на 500 и на 800 мест, это в рамках национального проекта демография и образование. Завершаем строительство школы в Североморске, потому что она должна была быть в этом году введена, но, к сожалению, там по определенным причинам мы будем переносить вот ее на 2 июня месяца, мы ее должны закончить и ввести большая школа на 1200 мест. Хочу сразу переведить по поводу детских садов, вы сказали, что завершаем строительство пяти детских садов, мы говорим о Мурманской области. Да, у нас в этом году начато строительство пяти детских садиков, в 20-м начале, в 21-м должны закончить. Да, да. Ну вот, у нас 2 детских садика в Мурманске на улице Капитана Орликовой и на улице Достоевского. Один садик в Мурмашах на улице Пречальная, это по дороге в Туломах. Детский сад Ясли хорошими темпами строится, даже подрядчику обещают досрочно сдать, чтобы уже в августе месяце он был введен в эксплуатацию. Детский садик Волокурти, там у нас небольшие проблемы связаны были с демонтажными работами и сейчас вывелась еще скала, но тоже в следующем году он должен быть сдан в эксплуатацию. И садик у нас строится в Североморске на 220 мест, тоже в микрорайоне, где там он очень актуален, поэтому 5 детских садов у нас должны быть сданы в будущем году. То есть это те планы, которые только провидение какое-то негативное может их испортить? Все сейчас идет хорошими темпами, финансовых средств хватает на обеспечение этих проектов, на этих объектов, на сдачу, ничего не должно было менять? Нет, по этим объектам как бы все в норме, у нас мы немножко споткнулись со школами, там длительно шли процедуры торгов, несколько раз ни торги не состоялись, но вроде бы вот сейчас по одной школе у нас контракт уже маленько будет подписан до 19 декабря. По большой школе мы должны определить победителя до конца года, контракт заключен в следующем году, это администрация Мурман-заказчик. Это частая практика, когда торги, скажу так, прямо не срастаются? Нет, ну это бывает, тем более по крупным объектам и дорогим, где-то вообще никто не заявляется, вот например у нас там не было заявок первый раз на школу на 500 мест, где-то документы не в порядке при подаче, поэтому такие случаи бывают, особенно если немного участников, соответственно, если один зашел и какая-то бумажка неправильно оформлена, либо не предоставлено обеспечение, либо документы неправильно оформлены, либо опыт неправильно подтвержден, то, конечно, торги будут объявляться повторно. Я так понимаю, споткнулись и стали пошли дальше, так как все-таки два объекта пойдут в строительстве, две школы. Это очень хорошие новости, у нас регулярно, не скажу требовали, но очень просили о том, чтобы расширить пул образовательных учреждений, нам их не хватало, в связи с тем, что несколько лет назад многие школы потеряли актуальность и аккредитацию. Поэтому здорово, что мы возвращаем очень хорошую позитивную практику. К сожалению, на огромное количество вопросов, которые остались, прямо сейчас у нас не остается времени, но мы обязательно продолжим нашу с вами беседу. На этом сегодняшний эфир открытой студии подходит к своему логическому завершению. Спасибо, что были у вас в гостях. Всего доброго. Спасибо, до свидания.